Самое лучшее органическое колейное удобрение растет прямо под вашими ногами, и это одуванчики. В этом видео я расскажу, как превратить одуванчики в отличную подкормку для растений и какая секретная добавка усилит их действие. А те, кто досмотрит видео до конца, узнают, как одуванчики спасут ваш сад от тлей и паутинного клеща. Как только часовая стрелка подбирается к 9 утра, раскрывают свои цветки одуванчики, и по нашим газонам разбегаются солнечные зайчики. Далеко не все садоводы приветствуют вот такую картину, как вы видите. И в работу идут самые разные средства борьбы, от газонокосилки до гербицидов избирательного действия типа балерины. В лучшем случае выпалутые сорняки, выпалутые одуванчики отправятся в компост. Но одуванчики можно применять и с гораздо большей пользой. Готовим зеленое удобрение или зеленый навоз. Выкапываем с корнем одуванчики, чем больше, тем лучше, и складываем их в большое ведро или бак с крышкой. Заполняем до половины. Можно даже порезать, кстати. Это гораздо эффективнее. Измельчаем одуванчики и плотно набиваем наше ведро до половины. Заливаем подготовленные одуванчики теплой водой. Очень важно. Теплая вода ускоряет брожение. Вода не должна доходить до края ведра сантиметров на 7 или на 10, потому что в процессе брожения будут выделяться газы, и вся эта масса будет вспухать. После того, как вы залили это все водичкой, закрываем наше ведро крышкой, либо завязываем неплотно пленкой и отправляем в теплое солнечное место для брожения. Почему солнечное? Потому что для брожения необходимо тепло. Только тогда пойдут все процессы разложения, и те питательные вещества, которые содержались в одуванчиках, выйдут в рабочий раствор. Если погода будет стоять теплая, то для приготовления зеленой бродилки, зеленого удобрения, вам понадобится всего одна неделя. Но чем прохладнее погода, тем больше времени понадобится для созревания, до 4 недель. И уже через 4 недели максимум мы вот эту бродилку аккуратненько процеживаем, и получаем именно то самое нужное удобрение. Кстати, для того, чтобы оно реально хорошо сработало, когда готовите, добавьте, пожалуйста, в это удобрение пару столовых ложек на 10 литров воды суперфосфата. Так вы обогатите это удобрение таким необходимым фосфором. Суперфосфат, конечно, растворяется не просто плохо, а очень плохо. Но если постараться, это намного эффективнее горячая вода, чем просто вылить это все в холодную. И выливаем в нашу бродилку. Только потом отправляем это все на брожение. Периодически не забывайте помешивать нашу адскую смесь раз в пару-тройку дней, для того, чтобы более активно происходило разложение. Кстати, в эту же смесь можно добавить и крапиву. Всем известный источник питательных веществ для разных зеленых подкормок. Можно смешать их один к одному, и получится не менее ценное удобрение. Через неделю или 4 недели, в зависимости от того, какая стояла погода, ваше зеленое удобрение будет готово. Вам останется только процедить его через марлю или старые ненужные колготки. После того, как мы отсидели, разводим рабочий раствор в соотношении 1 к 10, и подкормка готова. Можно поливать с интервалом раз в 2-3 недели наши овощные и декоративные растения. Особенно хорошо на подкормку с зеленым удобрением отзываются перцы, помидоры и прочие зеленые культуры. А вот свекла и чеснок не очень. Это почему-то сдерживает их рост. Кроме различных макро- и микроэлементов, которые содержатся в наших любимых одуванчиках, в этом зеленом удобрении будет содержаться и огромное количество полезных микроорганизмов, которые за время брожения размножились. И когда мы поливаем этим удобрением свои грядки, свои посадки, мы поддерживаем плодородие почвы и даже повышаем его. Таким образом, вы не только избавились от сорняка, но используя и применили его для своего огорода, для своего сада, не загрязняя природу, не нанося ей никакого ущерба, а наоборот, даже повышая уровень плодородия почвы. А про крапиву не забудьте. Она, конечно, вещь полезная, в чем-то даже вкусная, но уж больно жгучая, особенно когда вырастет в малиннике. Поэтому лучше ее отправляйте сюда, здесь есть самое место. Кстати, а что делать, если у вас выросло столько дуванчиков, что вам хватит на подкорбку не только своего сада, огорода, цветника, газона, но и соседских? Их можно и нужно отправлять в компост. Но есть маленький секрет. Как только вы выпололи или скосили свои дуванчики, отправляйте их в компост немедленно, потому что достаточно оставить вот эти вот даже небольшие бутончики, просто лежащими на газоне, на грядках, в междурядьях, как они за два дня успеют выспилить, вызреть семена и рассеять их по всем окрестностям. Так сказать, вы их с одной стороны убираете, они вам назло рассеиваются еще больше. Поэтому, чтобы не сеять дуванчики, выпололи и в компост, скосили и в компост. А для того, чтобы одуванчики ни в коем случае не рассеялись из компоста, не забывайте, что при правильном приготовлении компоста каждый слой сорняков необходимо прослаивать почвой, либо торфом, и тогда никакие семена не вылетят. И если при этом вы еще прольете свой компост биопрепаратами, например, с сенной палочкой профит, или с сенной палочкой с гидрогуматами, то процессы разложения сорняков пойдут намного быстрее, а почва, компост, который вы готовите, обогатится полезными элементами питания и гумусными веществами. Так что дуванчики – это не просто сорняк, это очень ценный сорняк. А сейчас, собственно, второй момент, очень важный. Как при помощи нашего любимого одуванчика… Иди сюда, иди сюда, не хочет, упирается. Вы посмотрите, какой у меня бройлерный одуванчик. Приготовить защитное средство от тлей и клещей. Дело в том, что нектар у одуванчиков и пыльца вполне себе съедобный, и насекомые обожают их кушать, особенно пчелки, и не только. Но в самом соке одуванчиков содержится горечи и очень много других веществ, которые не по вкусу вредителям. Поэтому сейчас мы с вами приготовим биологически чистое защитное средство. Итак, нам понадобится дощечка, мерная банка литровая, кастрюлька, в которой мы будем варить адское зелье, и, конечно же, наши любимые одуванчики. Приготовив одуванчики, накопав предварительно, нам нужно их измельчить. Красавец! Итак, измельчаем одуванчики. Чем мельче, тем лучше. Вместе с корешками, с цветками, со стебельками. И плотненько набиваем нашу банку. Итак, у меня есть литровая баночка хороших одуванчиков. И мне понадобится горячая вода. На одну литровую банку обычно идет 5 литров воды. Но поскольку у меня кастрюля маленькая, растений у нас немного, мы решили уменьшить дозировку в два раза. Заливаем пол-литра измельченных одуванчиков, двумя с половинами литрами воды и кипятим 5 минут. То есть доводим до кипения и провариваем еще 5 минут. После остывания нашего отвара процеживаем его и добавляем в полученный отвар 50 грамм жидкого мыла. Это прекрасный прилипатель и тоже хорошо, кстати, раздражает различных тлей. После этого вы можете использовать полученный раствор для защиты от тлей. Различных гусеничек, листогрызущих насекомых, их личинок и паутинного клеща. Но главное условие успеха при защите биологическими средствами, это не ждать, пока вредителей станет слишком много. Увидели первую тлю? Сразу приступаем к обработке. Не откладываем на завтра, послезавтра. Поверьте, тля размножается быстрее любого другого животного. И помните, что биологические и народные средства защиты растений работают только тогда, когда их применяют часто и регулярно. А для того, чтобы усилить защитный эффект, не забывайте чередовать эти средства с биологическими препаратами на основе баверии или метаризиума. И тогда эффект от защиты будет максимальный. Минимальный вред для окружающей среды и экологически чистая продукция для вас. Кстати, не зря на латыни одубанчик «тараксакум официнали», то есть лекарственный, в его корнях содержится до 30% инулина. Он полезен диабетикам. Он богат железом, фосфором, калием, витаминами А и С, а также белковыми соединениями, которые очень полезны и нам людям. Польза одубанчика проявляется также в том, что его млечный сок содержит горькое вещество тараксакин, обладающее слабительным, желчегонным и мочегонным действием. Растение помогает в борьбе с сахарным диабетом, заболеваниями желчного пузыря и печени, а витаминозом, анемией и другими болезнями. Избавляет от веснушек и пигментных пятен. Ну а как же варенье из одуванчиков? А вино? Даже Рэй Брэдбери увековечил его в своем бессмертном рассказе. А вы знаете, что одуванчик это еще и салатная культура. Даже есть сорта салатного одуванчика. Так давайте же посмотрим на это растение на одуванчик немножко по-другому. Процветания вам и вашим одуванчикам!